Хомяки приветствуют вас друзья! Сегодняшний выпуск будет посвящен вибровакуумной установке, с помощью которой можно дегазировать различные смеси, жидкости, стабилизировать древесину, консервировать старинные находки и даже получать плазму. В ходе выпуска узнаем, какую глубину вакуума способен достичь двухступенчатый пластинчато-роторный насос, почему в процессе работы у него мутнеет масло и какую следует использовать резину в подобных устройствах. Фильм обещает быть полезным, как сотня лечебных банок, помогающих от всех болезней, но это не точно. А теперь присаживайтесь поудобней, мы начинаем после короткой благодарности всех спонсоров канала на патреоне, которая принимает участие в рубрике с мира по нитке. Каждый ваш цент вдыхает жизнь в новые интересные проекты и мотивирует снимать видео чаще на более сложную тематику. Всем от души спасибо! А теперь присаживайтесь поудобней, мы начинаем! Изначально сегодняшняя установка собиралась с целью повышения качества художественных отливок из различных благородных металлов. Для уменьшения поверхностных дефектов в виде корольков и наплывов применяется технология дегазации формовочной смеси путем вибровакуумирования. Процесс проходит в два этапа. В первом смесь дегазируется перед заливкой в опоку, а второй после заливки. Внешнее вибрационное воздействие как бы разжижает гипс и способствует ускоренному выходу пузырей. Формовочная смесь имеет время жизни около 10 минут после того, как она начнет застывать, потому тут нужно уложиться в крайне короткие сроки и как можно меньше жевать сопли. Прежде чем перейти к экспериментам и начать кипятить водичку внутри вакуумного каупака, давайте посмотрим, из чего устроены отдельные гравицапы в этом пепелаце. Сердцем любой вакуумной системы является вакуумный насос. В данном случае используется двухступенчатый пластинчато-роторный с масляным уплотнением фирмы Value. Производительность 113 литров в минуту, максимальная глубина вакуума 15 микрон. На борту имеется отсечный клапан, предотвращающий попадение воздуха и паров масла в систему после остановки насоса и вакууметр, который здесь больше отображает среднюю температуру по больнице, чем остаточное давление. После этого фильма сдам его на металлолом. Альтернативным решением было приобрести цифровой вакуумный манометр Value Navtec. Таким же пользовался Руслан Гик при получении рентгена из скотча. Единицы измерения остаточного давления здесь можно выбирать в соответствии с религиозным вероисповеданием. Микроны, паскали, милибары или миллиметры ртутного столба. В течение этого фильма измерения у нас будут проводиться в микронах. Комплектация устройства включает в себя все необходимые переходники. Удобно. Прикручиваем голову в соответствии движения стрелок часов и проверяем, какие насосутся цифры. Спустя 5 минут остаточное давление системы в режиме работы насоса сам на себя составило 13 микрон. Это примерно 1,7 паскаля. На эту тему есть анекдот. Примечание. Показание приборной доски справедливо только при условии свежего масла в насосе, а заговнять его, как оказалось, проще простого. Не будем торопить события и переходим к следующему конструктивному элементу сегодняшней системы. Вибровакуумный стол. Первым, что здесь бросается в глаза, это огромный вакуумный каупак шириной 25 сантиметров, высотой 27 сантиметров и внутренним объемом 12 литров. Толщина стенок 8 миллиметров. Нижний торец имеет следы шлифовки довольно крупным алмазным зерном. Время рождения и сфера применения данного артефакта мне неизвестны. Возможно это эхо большой советской промышленности. Плита, на которой будет размещаться стеклянный горшок, вырезана из стеклотекстолита толщиной 20 миллиметров и внешними габаритами 30 на 30 сантиметров. В качестве верхнего покрытия планировалось использоваться силиконовая термостойкая пластина толщиной 3 миллиметра, но в процессе выяснилось, что это полная шляпа. Она достаточно твердая, кривая и имеет слабые показатели остаточной деформации. Проведя ряд опытов и сравнив силикон с вакуумной резиной, стало понятно, что любое внешнее воздействие будет оставлять лунные кратеры на ее поверхности. Вакуумной резине на такие издевательства абсолютно плевать. Она мягкая, упругая, обладает высоким сопротивлением к сжатию, отличной стойкостью к высокому давлению, повышенным температурам, а также низким газовыделением в вакууме. Она как идеальная жена, только в резиновом мире. При первом испытании вакуумного каупака в связке с вазелином выяснилась одна неприятная особенность в конструкции стола. Толстая основа в виде плиты из стеклотекстолита оказалась кривой. В некоторых местах отклонения от плоскости были в полмиллиметра. Чтобы скомпенсировать разницу, поверхность была залита слоем жидких гвоздей. Операция длилась два дня до полного высыхания герметика и оказалась малоэффективной, так как каупак при работе все равно умудрялся подсасывать воздух со всех возможных щелей. Остаточное давление обычной майонезной банки не хотело опускаться ниже 11 тысяч микрон. Попытки исправить ситуацию привели к тому, что первые слои стеклотекстолита начали отслаиваться. Пришлось сорвать старый паркет и взглянуть, что под ним находится. Так как текстура поверхности теперь стала пористая, нанесем на нее слой омолаживающей маски в виде целого тюбика обыкновенного вазелина. Чтоб оно лучше впитывалось в кожу, нагреем поверхность с помощью бутановой горелки, а затем прямо сверху покладем лист вакуумной резины. При проверке остаточное давление майонезной банки показало 1000 микрон против старых 11000. Вакуумный каупак показал 1900 микрон. Это примерно 250 паскалей, 2,5 милибара или 1,8 мм ртутного столба. Забегая наперед скажу, что это лучшие результаты, которые получилось добиться. Модернизация вакуумного каупака. Так как нижний торец здесь абсолютно лысый и имеет малую площадь прилегания к столу, первым делом обезжирим его с помощью ацетона. Дальше разметочным циркулем определяем окружности и обычными ножницами вырезаем резиновую прокладку. Самым хорошим клей-герметиком для этих дел оказался силикон для аквариумов. У него довольно хорошая адгезия к стеклу и резине. Самым неудачным решением было применить жидкие гвозди. Либо они оказались старые, либо не подошли характером. Но хватило их ненадолго и все ранние труды распались как спичечный домик. Кстати, при проектировании подобных дегазационных систем не обязательно использовать стеклянные вакуумные каупаки. Можно применить оранжевые канализационные ПВХ-муфты. Пластик тут достаточно толстый. На столе сейчас видим два диаметра – 110 и 160 миллиметров. Нижний торец здесь установлен на резину, а верхний через прокладку накрыт листом 5-миллиметрового прозрачного поликарбоната, вырезанного на углекислотном лазерном ЧПУ. Естественно, края муфты после покупки необходимо подровнять на наждачной бумаге. Подобные решения вакуумной камеры использует один мой хороший знакомый для дегазации литейного двухкомпонентного силикона. Это, конечно, не вакуумный колокол, но он проверен и работает как нужно. Для простых домашних экспериментов это вполне подъемный и доступный вариант. Теперь давайте взглянем, из чего состоит система вибровакуумных подземных коммуникаций. Для ее сооружения достаточно было заглянуть в ближайший сантехнический магазин и прикупить несколько водопроводных фитингов диаметром 3,8 дюйма, краник и медную оцинкованную трубу диаметром 10 миллиметров. Система обязательно должна содержать в себе фильтр-осушитель. От него, правда, в дальнейшем будет больше вреда, чем пользы, но польза таки доминирует. Покупался он в специализированном магазине кондиционерного оборудования вместе с вакуумным насосом. Внутри этой шняги находится кусок мочалки, защищающий насос от попадания мелких частиц пыли и влагопоглощающий материал в виде молекулярного сита. Для сопряжения фильтра с водопроводными фитингами на нем необходимо спилить резьбу и промазать ее герметиком. Он должен присутствовать на всех соединительных узлах, в противном случае эти слабые места будут давать течь. Конструировать переходник под резьбу насоса пришлось путем жертвоприношения вакуумного шланга. Отпиливаем гайку с одного из концов и привариваем ее к водопроводной цанге с помощью горелки и серебросодержащего припоя. Вот теперь совсем другое дело. Дальше прикидываем каким образом вакуумные коммуникации будут располагаться под массивной плитой. Воздух будет откачиваться через отверстие, в которое запихнем 10-миллиметровую медную трубу. Примеряем все ли подходит друг другу. В идеале труба должна заходить с усилием. Замечательно! К одному из концов трубы приварим латунную муфту. Она нам понадобится для дополнительной защиты насоса от влаги. После окончания огненных случайно прислонил раскаленный кончик горелки к своей любимой флиске. Блин, теперь мамка меня убьет. Чтоб убрать следы флюса и нагара, вывариваем латунные гайки в лимонной кислоте до появления золотистой корочки. На глянцевой, блестящей, чересчур скользкой трубе делаем насечки с помощью наждачной бумаги. Параллельно разводим эпоксидную смолу в пропорциях 1 к 2. Тут главное не торопиться и хорошо перемешать смесь до получения однородной массы. Обмазываем получившимся соусом отверстие и устанавливаем в него трубу. Важно надежно герметизировать стык стола, трубы и дать время для полимеризации состава. Через пару дней продолжаем работу и прикручиваем оставшиеся детали с применением силикона. На этапе бурильно-сверлильных работ делаем отверстия с четырех сторон плиты. В них будут устанавливаться жесткие пружины от 3D принтера, которые должны предотвращать гашение полезных вибраций, передаваемых вибромотором к платформе. Отверстия здесь не глубокие и залиты эпоксидным клеем для прочного соединения. Общим планом получившаяся куча железа выглядит так. Электродвигатель для вибростола выбирался из того, что было в хозяйстве. Конкретный экземпляр был извлечен с катушечного магнитофона Маяк 203, если память не подводит. Модель двигателя КД6-4У4, мощность 6 Вт. Частота вращения вала 1400 оборотов в минуту. Эксцентрик сделан из говна и палок. Тут особо рассказывать нечего. Главное, чтобы его ось находилась по центру стола. Регулировка скорости вращения данного синхронного двигателя реализован через обыкновенный диммер, которым регулируют ярко свечение, ламп накаливания и прочую примитивную электронику. Это, конечно, в корень неправильно, и диапазон регулировки частоты вращения здесь лежит в очень узком диапазоне, но оно работает. Как сказал один великий сказочник, данная плата некоторое время назад разводилась для самогонного аппарата. Схема тут довольно простая. Состоит из семистора БТА-41600, пары резисторов и конденсаторов. В связке с электромотором это безобразие выглядит так. Тут еще нужно добавить фазосдвигающий конденсатор 4 микрофарада и 10-ваттный резистор номиналом 130 Ом, параллельно одной из обмоток. Иначе работать ничего не будет. Заказать плату к данному проекту можно на всемирно известном сервисе PCBWay. Для этого на сайте указываем все необходимые параметры. Длина в нашем случае 38 мм, ширина 61 мм, плата двухсторонняя. Закажем ее сразу в количестве 10 штук. В пункте паяльная маска всегда начинаю тупить, так как цветов много, а хочется всего и сразу. По классике выберем голубую. В принципе на этом все. Нажимаем кнопку подсчитать и программа показывает стоимость плат 5 баксов. Дальше выбираем страну, куда будем доставлять посылку. В моем случае это Украина. Определяемся со службой и сроками доставки. Выберем чай на пост, применяем настройки, добавляем заказ в корзину и указываем путь к гербер файлу нашего проекта. После загрузки в течение 5 минут архив проверяют и предоставляют счет на оплату. Весь процесс производства занимает не больше 3 дней. А дальше дело за почтовыми службами. Как только платы приехали в мои руки, распаиваю компоненты согласно рисункам и надписям на плате, а затем с нетерпением проверяю, как все работает. После включения вроде ничего не взорвалось. Это хороший знак. Регулируя в небольшом диапазоне напряжение на обмотках электромотора, можно добиться механического резонанса стола, при котором все содержимое на его поверхности будет стремиться уползти в неизвестном направлении. Полагаю, формовочная смесь для литья будет чувствовать себя вполне уютно на таком сеансе вибротерапии. Работа по сборке стола подходит к концу. Осталось прикрутить резиновые ножки к куску 10-мм фанеры и установить спицы, на которых будет размещено пружинное основание машины смерти. Как только был закручен последний шуруп, тут же набежала толпа хомяков и начала изучать слабые места конструкции, попутно оставляя какашки. Итак, пришло время для основных испытаний вибровакуумного стола. И сейчас будет просьба всех слабонервных отойти от экранов. Я однажды видел фильм, где проводили эксперимент над тараканами, которые довольно неплохо чувствовали себя в условиях, приближенных к космосу. А так как хомяки в основной массе прирожденные космонавты, думаю, будет интересно понаблюдать, что с ними произойдет в среде пониженного давления. Итак, включаем вакуумный насос. В процессе эксперимента, спустя всего несколько минут, глаза хомяка значительно увеличились в размере и он в целом стал больше похож на сову. Да ладно, вы же не думали, что я серьезно? С хомяком все в порядке. А это, кстати, самка. И спустя несколько недель после съемок этих кадров, она принесла довольно богатый приплод в виде шести мелких хомячат. Скоро они вырастут и пойдут в школу. Кому нужны хомяки, говорите, а дам в хорошие руки. Только сразу оптом, штук по сто. В общем, подсоединяем вакуумный шланг к вакуумному насосу и смотрим, какую глубину глубин способна набрать система из обычных водопроводных труб и фитингов. Закрываем отверстие с помощью куска резины и ждем, пока перестанут меняться цифры на вакууметре. Спустя примерно 5 минут давление опустилось до 650 микрон, что является лучшим результатом, пока со временем не заполнился влагой фильтр-осушитель. Под конец всех экспериментов давление в системе не получалось опустить ниже отметки в 1000 микрон, так как молекулярная сита в системе начинала зверски газить. Но тут ничего не поделать. Напомню, что работа насоса на себя за 5 минут дает 12,8 микрон, что в пересчете 1,7 паскаля с новым маслом на борту. По показаниям таблицы с википедией мы достигли среднего вакуума. Первые 10 откачиваний системы проводились с пустым каупаком. При каждом новом запуске установки на нержавеющей сетке пневмоглушителя появлялся слой иния, которая объясняется одновременно несколькими физическими явлениями. При включении внутри каупака происходит адиабатическое расширение газа и, следовательно, он охлаждается. При этом, если температура воздуха упадет ниже точки росы, то появляется жидкая фаза в виде микроскопических капелек. Выглядит это как образование тумана, поток которого направлен к выпускному патрубку. Пневмоглушитель, который дополнительно был установлен во избежание попадания мелких частиц пыли в тело насоса, создает пневматическое сопротивление потоку воздуха. В этом месте появляется сильное разрежение газа с высокой скоростью и давлением, что приводит к резкому охлаждению металла и образованию слоя иния на нем. Так как воздух проходит через сужение канала трубопровода, где происходит понижение давления возле пористой перегородки, такой эффект принято называть дросселированием. Достаточно убрать глушитель и этого эффекта не будет. Точнее будет, но его сложно будет определить невооруженным взглядом. Дросселирование применяется в компрессионных холодильниках в качестве средства обеспечения перепада давления хладагента, который при изотермическом расширении отнимает теплоту от охлаждаемого объекта, а затем после сжатия отдает ее окружающей среде через радиатор холодильника. Максимальная температура, которую удалось зафиксировать на сетке при старте насоса – минус 10 градусов. После десятка минут работы температура в камере становится равнокомнатной. После серии увлекательных экспериментов я заметил, что вакуумное масло внутри насоса слегка помутнело и превратилось в какую-то эмульсию. Причиной этому стала атмосферная влага, которая раз за разом, проходя через масло, оставляла в нем свой след. Естественно, такой неожиданный поворот привел к тому, что насос больше не мог набрать глубину вакуума ниже 48 микрон. Посидев пару часов в паутине всемирного мусора на одном из форумов нашел методику очистки масла с помощью простого кипячения. Я тут же бросился сливать жижу с двигателя автомобиля и бежать на кухню, отдавая содержимое огню. После 20-ти минутного сеанса масло перестало пузыриться и стало немного дымить. Его оптические свойства явно улучшились. Даем некоторое время на остывание и заливаем его обратно в насос. Через иллюминатор хорошо видно состояние масла. В процессе работы компрессора на себя давление в системе показало 11,7 микрон, что есть просто космическим результатом. Чтоб избежать дальнейших проблем, было принято решение соорудить осушитель с применением силикогеля. В начале начал начал скрести по сусекам в поиске пакетиков из коробок с подобуви. Дело вроде хорошее, но насобиралось всего пару грамм такого материала. Потом случайно залез в шкаф и нашел бентонит, наполнитель для КТ. Неплохая альтернатива в качестве воздушного осушителя, только перед применением его необходимо прокалить в духовке. В качестве емкости тут использована банка из-под огурцов с пару проделанных в ней отверстий. Засыпаем глину в банку. Обязательно нужно использовать тряпочный мешок, так как воздух поднимается куча мелкодисперсной пыли. В общем, пару минут работы и примитивный осушитель готов. Если его запереть в зип-пакете вместе с китайским гигрометром, то влажность упадет с 41 до 17% за 12 часов. Датчик влажности тут резистивный. На свету хорошо видно какой-то абсорбационный слой. Банка вышла не маленькая и занимает примерно четверть полезного объема под каупаком. Первое, что захотелось проверить при запуске вакуумной установки, это при каком давлении будет закипать вода, какая будет ее температура, температура воздуха под колпаком и ее влажность. В общем, вы пока наблюдайте за экспериментом, а я пойду заварю чашку ароматного чая. Если ускорить это видео раз в сто, то можно заметить, что вода начинает активно закипать после остаточного давления в 15 тысяч микрон. Температура воды при этом падает на 5-6 градусов. Температура воздуха внутри камеры остается практически неизменной. Влажность вначале упала к отметке 36%, а затем резко поднялась до 70% в процессе закипания. Под конец дегазации и удаления растворенных газов в воде, она уже не кипит, а слегка испускает дух. Весь процесс занял не больше 3 минут. Давление стабилизировалось на 3,7 киломикронах. Выключаем насос и запускаем воздух в камеру. Давайте еще раз взглянем на этот процесс. По-моему, получился хороший способ, чтобы охлаждать пиво. Особенности. Если запустить пустую установку, то влажность упадет с 50% до 18%. При этом показалось, что это нижняя граница в показаниях гигрометра. И меньше значения он измерить не способен. Банка после каждой вакуумации слегка нагревается. Похоже, в бентоните происходят экзотермические реакции при поглощении влаги. Масло, естественно, после нескольких кипячений воды снова испортилось и стало мутным. Где-то прочитал, чтоб избежать таких неприятностей, вначале рекомендуют устанавливать мембранный насос для удаления влаги с откачиваемого объема, а затем уже пластинчато-роторный. Удивительно, но много кто решил на масло, которое идет в комплекте. Вот типа у меня дома насос уже 10 лет качает и проблем никаких нет. Послушав предложения и рекомендации, взял другое. Самое дешевое марки WM1. В общем, чтоб не томить длинными историями, его ждала такая же мутная участь, что и предшественника. Потому в процессе съемок это болото пришлось кипятить раз пять. А либо у меня насос такой волшебный, либо всему виной высокая влажность в хате. Возможно, виноваты кривые руки, магнитные бури или любые другие причины, о которых мне мало известно. Переходим к практической стороне, а то смотрю вы уже утомились от пустой болтовни. Как говорилось в самом начале, основная задача вибровакуумного стола, это обеспечить надлежащее качество отливок из серебра, золота или любых других металлов, которые можно расплавить в домашних условиях газовой горелкой. Перед каждым литейным процессом я зачастую черпаю вдохновение с канала литейной мастерской Аримф. Даже по его рекомендациям сделал набор для резьбы по воску. В основе этого повествования лежит попытка вернуть первоначальный вид подвески Киевской Руси, которая была найдена в округе 39 царства. Восковка, это создавалось из двух половинок, так как находка была разломана на две части. Если найти вторую половину на том поле, то можно подобно джедаю воссоединиться с силой. Вставляем восковку в пластилин и параллельно размешиваем формомассу с водой в пропорциях, которые указаны в инструкции. Дальше эту смесь подвергаем вакуумации в совокупности с полезными вибрациями. Сильный вакуум это вред, как по мне, так как если не контролировать процесс, после определенного давления формовочную смесь, подобно извержению вулкана, начнет разбрызгивать по внутренним стенкам стеклянного сосуда. После нескольких минут активного кипячения заливаем формовочный состав в опоке, где установлены восковки, и еще раз кипятим этот натюрморт. Тут важно не забыть облепить трубы скотчем, так как гипс увеличивается в объемах в процессе. Вся вышеописанная операция не должна превышать 10 минут, так как гипс потом начнет схватываться. После этого даем отдохнуть опокам в течение суток, вынимаем из них лишние гвозди и ставим это безобразие на 6-часовую прокалку. Разогреваем необходимую порцию металла и начинаем крутить его в кружке посреди комнаты в надежде, что она не улетит в окно. В результате у нас должна получиться качественная отливка, которая блестит как яйца. В этот момент в процессе монтажа фильма произошло что-то страшное. На экране монитора появился серый экран, а в колонках раздалось речание льва. Диагностика показала, что у видеокарты спустя 8 лет работы случился сердечный приступ. Конечно в дальнейшем были попытки реанимации и пересадки органов, но ни к чему хорошему это не привело. В этот трудный момент из сгустившихся туч на помощь пришел Иван Пинчук. Огромное тебе спасибо за ремонт компьютера, это было крайне неожиданно. Также спасибо Витя с радиорынка и всем его знакомым, которые нашли нужную видеокарту и провели ряд необходимых тестов на испытательном стенде. Видеокарта кстати Radeon Sapphire RX 470 на 4 гигабайта. Естественно она БУ. Новая сейчас стоит просто космических денег из-за всяких майнеров. Да и вообще жизнь сейчас дорогая штука. Особенно потому перед следующими экспериментами обязательно одеваем очки. Осколочно-фугасные банки не рассчитаны под задачи, которые будут показаны дальше. Если у нас есть вакуумная установка, то почему бы не попробовать получить на ней плазму. Примитивную конечно, но с кем бог не шутит. Для этого достаточно пробурить в банке отверстия с помощью аумазной коронки и ввинтить в нее боут в качестве электрода. Откачиваем воздух и подключаем высокое напряжение. Шуруп в банке будет служить анодом, а выходной патрубок катодом. Блок высокого напряжения способен выдавать от 6 до 9 киловольт с током в полтора ампера. Выходные характеристики тут зависят от подаваемого на вход напряжения. По сути, все что светится внутри банки это ионизированные частицы воздуха, которые не способен удалить вакуумный насос. Плазменная дуга, как видно, довольно толстая, а значит мусора тут осталось много. В процессе этого эксперимента был сделан ряд фотографий и выложен в инстаграм, где сразу начали писать человеки с просьбой провести измерения радиационного фона. Да не вопрос, делать это будем с помощью сцентиляционного дозиметра радиокод 101. Кладем его рядом и начинаем поджигать дугу. В процессе эксперимента фоновые значения при измерении стекла прямо впритык никак не изменились, рентгена здесь нет. Но по классике жанра мы усложним задачу и сделаем рентгеновскую трубку. Для этого нам понадобится старая радиолампа 6П45С. Давно валяется без дела. Берем молоток и уверенным движением проводим трепанацию колбы. Из всех внутренностей нам сейчас понадобится нить накаливания. Она здесь непростая. Эта белая аптирка состоит из оксидов щелочноземельных металлов, таких как барий, стронций и кто его знает, что еще. Этот порошок весьма значительно облегчает электронную эмиссию и вылет электронов из металла в процессе нагрева. Именно их предстоит разгонять электрическим полем и сталкивать об массивный анод, вызывая тем самым тормозное излучение, которое порождает рентген. Нить накала питается от двух литий-ионных аккумуляторов. Она у нас будет служить катодом, потому при подключении высокого напряжения подаем сюда минус, а на трубу, отсасывающую воздух, плюс. В качестве массивного анода здесь лежит кусок стальной шайбы. Радиокод 101 находится рядом и показывает уровни радиационного фона. Через некоторое время банка от нагрева начала издавать какие-то посторонние звуки. Пришлось приостановить эксперимент, дать конструкции остыть и продолжить это безобразие только уже под каупаком 10-литрового ведра, которое валялось под ногами. Неохота вынимать из себя куски стекла. В общем, при глубине вакуума в 1400 микрон ни одного луча добра не было поймано. Это связано с тем, что электронам нужно беспрепятственно пройти путь от нити накала к каноду. Но по пути, как назло, попадаются остатки воздуха, который не способен удалить насос, в результате чего вся энергия электронов тратится на его ионизацию. Кто-то может сказать, что тут недостаточное напряжение для рождения рентгена. Что такое 9 кВ? Для наглядности, стеклянную банку заменим на отечественный кинотрон 2C2S. Повышаем градус на лабораторном блоке питания. Совет. Используем всегда такой, который не жалко, если сгорит. И видим, как радиокод 101 показывает повышенное значение около 100 миллирентген. Главное, лучи добра есть. После хорошей прожарки банки с под огурцов, нить накаливания, покрытая оксидами, из-за присутствия посторонних газов, начала активно выгорать. А это хорошо видно по рисункам на внутренних стенках, где образовались голубые потеки по пути ручья из дыма. На открытом воздухе накал лучше не включать. Он выгорает и теряет свои свойства буквально за считанные секунды. Для создания маломайской рабочей лампы требуется более серьезное вакуумное оборудование с применением диффузионного насоса, азотными ловушками и прочими экзотическими штуками, о которых нормальные люди мало что слышали. Мы с Саней Химиком начали собирать лабораторную установку для ионоплазменного напыления металлов. Но изучая тему глубокого вакуума, приходит понимание того, что одним напылением дело не закончится. Тут можно получать простенькие плазменные шары с применением различных газов, построить реактор, который показывал Побединский в одном из своих роликов. В общем, поле для творчества огромное. А это на полу лежит 3 метра вакуумной ливерной колбасы. Материал понемногу закупается и работа кипит. Естественно, собрать такую установку, как у нашего коллеги Некроэлектро, мы не в состоянии. Но зато это хороший пример того, к чему нужно стремиться. В его системе последовательно с пластинчато-роторным подключен высоковакуумный диффузионный насос, что позволяет достичь глубины вакуума порядка 10 в минус 6 степени миллиметров ртутного столба. Это необходимо при работе с чистыми газами, поскольку остаточный воздух или любые загрязнения в колбах сведут на нет всю красочность разряда. Напуск газов в колбы из баллонов производится через краны с тонкой регулировкой. Весь процесс контролируется с помощью точных вакууметров. А лучше этот процесс один раз увидеть, чем сто раз услышать. Субтитры создавал DimaTorzok В плазме есть что-то удивительное и необъяснимое. За этими бесконечно танцующими разрядами можно наблюдать вечно. А мы тем временем вернемся с небес на землю и попробуем дегазировать эпоксидную смолу. Стоит отметить, что это обыкновенный двухкомпонентный компаунд с рынка, а не тот литейный эпоксид, которым заливают декоративные столы или различных жуков. Чтоб эксперимент не казался скучным, добавим в смолу цветы анчана. Это такой тайский синий чай, которым некоторые любят окрашивать крафтовый джин. Если вам эта тема интересна, пишите в комментариях, могу сделать отдельный ролик. Смешиваем эту булдурму со смолой и ставим ее под купол. Тут нужно постоянно следить за процессом, так как дегазация происходит со значительным увеличением объема жидкости. В последний момент нужно открыть вентиль и запустить воздух, чтобы осадить пену. В этот ответственный момент кто-то написал в программе что-то типа «Как дела? Че? По чем? Чем занимаешься?» Пока отвечал, каша естественно убежала. Тут выплыл интересный момент. Этот эпоксид невозможно дегазировать, так как в процессе химической реакции он постоянно выделяет пузыри. Состав при этом нагревается и начинает моментально полемизироваться. Нагрев был настолько сильным, что стаканчик в нижней части попросту деформировался. Цветы анчана так ничего и не окрасили, а в теле эпоксида просматриваются мелкие пузыри. Давай по новой, Миша, все хуйня. Теперь рассмотрим самое практичное применение на сегодняшний день для вакуумной камеры. Слыхали что-нибудь про стабилизацию древесины? Так вот, сейчас сделаем полезное дело. Правда это будет скорее пропитка, так как стабилизация осуществляется с применением дорогих полимеров, которые в дальнейшем нужно нагревать, скажем градусов до 80, чтобы он застыл. А это у нас тунговое масло с добавлением воска. В процессе вакуумирования воздух в порох ручки ножа замещается маслом, что в дальнейшем защитит ее от агрессивных внешних факторов и продлит срок службы. Масло сейчас больше похоже на бока у пива, а сам процесс завораживает. Клинок этого самурайского меча сделан из нержавеющей стали N690. Ручку под заказ делал японский мастер. И тут хорошо видно разницу до пропитки и после. Дерево снова заиграло новыми цветами и стало выглядеть благородно. Стакан, который служил под опытным кроликом, наутро покрылся слоем белого налета. Это и есть тот самый воск, который присутствовал в масле. Постоянные зрители канала знают, что я время от времени увлекаюсь археологическими раскопками. И часто предметы из черного металла, просто лежащие на полке, ржавеют и рассыпаются. Чтобы хоть как-то сохранить наследие наших далеких предков, попробуем пропитать металл ленным маслом. Уверен, в древности за металлом ухаживали такими же методами, натирая или вываривая предмет в животных или растительных маслах, которые получалось добыть теми или иными способами. После пропитки железные предметы выглядят намного красивее. И теперь можно не бояться, что историческое наследие превратится в труху. Накладки на этом средневековом ноже, похоже, сделаны из кости какого-то животного. А так выглядит пинцет времен Древней Руси. Возможно, кто-то когда-то этой штуковиной выщипывал свои брови. В общем, как вы поняли, в вакуумной установке можно найти много интересных применений. И в дальнейших выпусках мы ее часто будем использовать в литейном ремесле. Для справки, съемка этого выпуска заняла порядка двух месяцев. При этом, большая часть времени была потрачена на поиски и устранение утечек в вакуумной системе. К счастью, вазелин и герметик решают все. Ну, не все, конечно, но многое. Впрочем, как и синяя изолента. Стоимость сегодняшней установки, с учетом вакуумного компрессора, вакууметра, фитингов и прочих мелочей, обошлась примерно в 500 баксов. Кто-то может сказать, а чего так дорого? На самом деле, собственноручно собранное устройство бесценно. Тем более, что оно неоднократно будет использоваться в различных экспериментах, которые помогут узнать наш мир лучше. Как сказал мастер Йода... А на этом все. С вами был Хамстер Тайм. Не подписывайтесь на канал, ставьте дизлайки. Вот так вот. Учитесь хорошо, дети. И занимайтесь спортом. Вот так вот. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!